Всем привет! Меня зовут Киргиена, и я решила немножко поэкспериментировать с форматами. Мое лицо вы, скорее всего, увидите в каком-нибудь нижнем углу, потому что качество с телефона будет не очень, а других средств у меня сейчас нет для съемки. Мне кажется, довольно интересный эксперимент получится, тем более, что вы можете наблюдать за всем этим с нескольких ракурсов, так сказать, и я думаю, все-таки немножко больше живого делать, нежели ускоренного, поэтому давайте познакомимся с нашим сегодняшним гостем. Это Monster Energy Nitro. Очень красивая, яркая, зеленая упаковка. Он, конечно же, тоже куплен на Азоне или на Вайлдбрис, короче, где-то там. У нас я такого не видела, и, к сожалению, я не могу найти, в честь чего, собственно, этот напиток с каким он вкусом. Никакой информации здесь нет. Очень жаль. Ну, нам остается только вскрыть и попопробовать. Давайте это и сделаем. Ах, черт, опять забыла у микрофона это сделать. Слушайте, он прям ядрено-лаймовый внутри. Я отсюда вижу, но показать я вам не смогу. Это слишком сложно в данной ситуации сложившейся. Давайте попробуем. Сначала кажется, что яблоко. Но потом уже так не кажется. Очень странный вкус какой-то и... Послевкусие с песком на языке, на самом деле. Но если мы откроем словарь хуманизации, мы узнаем, что это значит, что энергетик с говнецой. А вот сейчас нет этого послевкусия. Вкус очень такой прозрачный. Едва заметный, на самом деле. Да, чем-то отдает яблокам, но есть такой сильный классический вкус энергетика, типа редбула или какого-нибудь флэша дорогого. Я не знаю, как описать вкус, если до этого нам попадались вкусы какие-то более или менее яркие, типа имбирного пряника, от которого прям захватывало дыхание, то здесь я, к сожалению, ничего прям точно сказать не могу. Но у меня уже есть стойкие ассоциации, даже на основе банки. И придумались они у меня еще задолго до того, как я села снимать это видео. Да, читерство, но я слишком долго смотрю на эти банки. Они у меня в холодильнике лежат, вообще-то. Поэтому мы сейчас просто возьмем и будем рисовать. Кстати, я подозреваю, что монтаж этого видео будет намного сложнее, чем монтаж всех предыдущих моих видосов вместе взятых. Поэтому обязательно ставь лукас, подписывайся на канал. Так я буду знать, что мои эксперименты не пропадают даром и вам это заходит. Ну или не заходит, но вы просто респектуете за то, что я экспериментирую. Давайте попробуем это нарисовать. Итак, приступаем. Я решила позаписывать видео, но если мне совсем не понравится, то я, конечно же, оставлю только вначале. Сегодня я решила использовать скетчбук в нестандартном расположении. Для меня только вот я не знаю, в какую сторону его нагнуть. Но, наверное, вот... Нет, мне так неудобно будет. Вот так вот делаем. Итак, по поводу ассоциаций. Эта банка, она прям навязывает образ какой-то ящерицы или змеюки. Но поскольку у нас хуманизация, я решила немножко очеловечить эту змеюку. Но сегодня у нас будет просто чел с башкой ящерицы. И тут немножко посидев, подбирав референсы, потому что без них я, к сожалению, никак, особенно в изображении ящериц, я решила, что всё-таки это будет игуана. И поскольку вся остальная банка тёмная, и такая ящериц... ящеричный этот цвет, он прям горит на этом фоне из-за самого вкуса такого неприметного. В общем, я решила, что фоном нам послужит канализация. Да, сегодня я ещё решила сделать фон. Что ж, я тут чё-то разболталась совсем, надо уже начинать рисовать потихонечку. Так что уберём карандаш и вперёд. Я постаралась улучшить не только качество, так сказать, интересность своим появлением в кадре, но я решила немножко попробовать улучшить качество видео, но, к сожалению, из-за этого у меня будет сжираться очень много памяти. Возможно, мне придётся несколько раз перекидывать видео, прежде чем доснимать до конца всё то, что у нас здесь происходит. Короче, вот здесь где-то должна быть его башка дурная. Буду размещать его на большей части листа. Поза, кстати, тоже очень необычная будет для хуманизаций. Так, чё-то такое, короче. Нет, вот так, чё-то такое. Сейчас очень непонятно будет. Но на то и расчёт, не переживайте. В общем, у нас должно происходить действие самов канализации. И, к сожалению, канализацию я ни разу в жизни толком не рисовала. Поэтому нам тут придётся отдуваться за всех. За всё, что я не нарисовала в своей жизни. Ящериц я рисовала мало и канализации мало рисовала. И теперь будем всё это наверстывать. Короче, нужна туннельная кунализация. Чё-то такое, наверное. И там вода, она, наверное, не повсюду, а вот где-то вот так. Ну как вода? Ну вы поняли, да? Вода. Ха-ха. Так, а тут будет баночка. И он её лапкой своей вот так вот держит. Скетчи — это мой конёк. Я зачастую вот такие скетчи скидываю заказчикам. Типа проверить, всё ли ок с расположением. Всё ли, ну там, по композиции, как он хотел, например. Если это какие-то иллюстрации. И я каждый раз, когда отправляю, я думаю, что он нихрена не поймёт. И такой, типа, это чё такое? И мне придётся это заново переделать. Но почему-то до сих пор никаких инцидентов на этот счёт не было. Ну в плане того, что все всё прекрасно понимали. Что для меня просто удивительно. Теперь самое сложное. Надо как-то нарисовать голову игуаной, но чтобы... Как же ну это? Чтобы она выглядела... Не очень по-доброму. Круто, что у игуан есть ирокеза. И это нам только на руку. Потому что нашему персонажу очень подойдёт ирокез. Вообще, наверное, игуаны не должны жить в канализациях. Но в России всё возможно. Так. Так. И как-то вот так. Возможно. Я очень хочу научиться комментировать свои действия, когда рисую. И, наверное, именно поэтому я решила перейти на такой формат. Потому что мне было интересно снимать весь процесс. И плюсом добавлять комментарии о том, как я рисую и что рисую. Конечно же, это дастся очень сложно мне на первых порах. Но я надеюсь, что это будет терпимо. То, что я смогу смонтировать это настолько терпимо, чтобы вам это зашло. И мы смогли внедрить это дальше. Потому что, по-моему, идея не такая уж и плохая. Но не переживайте. Я буду гундеть не всё время и рисовать так медленно. А только первую часть видео. Когда мы только придумаем персонажа. Ему нужны когти, кстати. Потому что что это за звер канализационный без когтей. Вот так вот. Плохо, что часть его руки не видно. Но это, в принципе, ничего страшного, наверное. Я имею в виду, что она такая из воздуха здесь берётся. А на спине значок монстра будет. И нам, кстати, нужно будет ещё рамку очертить. Но это чуть попозже. Потому что я не люблю, когда всё как-то неровно и непонятно заканчивается. Хотя бы для этого... Чуть покаблю для этой. Потому что вот это вот то, что у нас здесь исчезает рука магическим образом. Это надо как-то юридически утвердить в виде рамочки. Ну, как-то так, короче, это будет. Теперь нам нужно пройтись клячкой. Кто был на стриме, видел мою волшебную новую клячку. В общем, я пока что порчу бумагу старой клячкой. Мне приходится так делать. В принципе, наша игуана готова. Ей останется добавить чешую. Но это уже на моменте детализации. По цветам, конечно же, башка должна быть акцентной и выделяться. Она будет самой яркой. И плюс яркий акцент будет на банке. Ну и, скорее всего, буква М на спине типа монстр. Она тоже будет очень сильно выделяться. В канализации все должно быть очень темно. Я постараюсь сделать это максимально скетчево, чтобы минимально обращать внимание на задний план и просто обозначить, что он в принципе есть и что эта игуана тусуется в канализации. Нам ведь это главное показать, а не то, что типа это крутая канализация с кучей кирпичей. Я думаю, все. Деталей больше здесь добавлять, скорее всего, не буду. Единственное, что, конечно, надо подправить ему ирокез. И вообще, в целом, подправить рисуночек так, чтобы он смотрелся более аккуратно. И чтобы это было похоже на такую, типа, крутую ящерицу. А сейчас она как будто под кайфом. Ну, мы это сейчас сделаем с вами в ускоренном формате, чтобы вы не задолбались смотреть это видео с заботой о вас и обо мне. Так что я скрываю теперь снова свою личность. И мы приступаем к нормальному человеческому ускоренному рисованию. Погнали. Эксперименты, это, конечно, безумно весело, но рисовать стоит по классике, проговаривая все фоном. И, во-первых, я буду больше сосредоточена на работе, и вам не придется смотреть одно видео целый день, потому что я просто делаю спидпейнт и говорю на фоне. Зато в таком формате я точно могу сказать, что я прожила с этой иллюстрацией от и до, потому что она уже закончена, озвучиваю я все постфактум. Забавно, что одновременно с этой работой я начала другой скетч в той же цветовой гамме. Интересное совпадение и очень удобное, что не нужно хранить две кучи маркеров отдельно друг от друга. И вторая работа, связанная с лягушками, готовилась мной для марафона, но в нем участия принимать не буду. Организатор повел себя совершенно некорректно, из-за чего я передумала участвовать в этом марафоне, чтобы не поддерживать такое отношение к участникам. Да, и заодно завалился мой обзор, потому что марафон устраивал производитель скетчбуков, и мне очень хотелось купить товары на пробу и показать их здесь, вам. Но я очень долго думала, как мне поступить в эту ситуацию, но все-таки я сторонник того, что товар — это продолжение творца. Поэтому, если мне не нравится этот самый творец по своим человеческим качествам, то, пожалуй, и товар я не очень хочу хранить у себя дома. Я, собственно, завалила тест на скетче с самого начала. Мне очень хотелось легкого фона, чтобы обозначить темную мокрую канализацию, но я, видимо, дуру перетемнила. Нужно внимательнее подбирать маркеры. Ну, кстати, вот с такой вот землянистой серой палитрой всегда есть какие-то проблемы, мне вечно не достает нужных маркеров, и вообще почему-то серые быстрее всего уходят. Ну, возможно, я очень много добавляю серого. Но это не точно, я этого за собой не замечала. У меня из головы вот что не уходит. Это, конечно, здорово, что можно вот так вот разнообразить рубрику и нарисовать не человека, но это же уже не хуманизация. Хуманизация? Хуманизация — это переделка чего-либо в человека. Это какая-то анимализация или там что-то там еще. Я не знаю терминологии этих существ. Это все слишком далеко и слишком сложно от меня, но, однако, наша рубрика немножко теряет здесь смысл, особенно его название. Поэтому, думаю, этот эксперимент с изображением именно животного, не человека, был последним. У меня есть еще пара идей, как можно разнообразить и сделать более интересную эту рубрику. Точнее, как разнообразить и сделать более интересную именно иллюстрацию для этой рубрики. Но я попробую это в следующий раз. Сегодня мы наслаждаемся этим рептилоидом. Даже после завершения работы мне все равно чего-то не хватает. Вот только я совершенно не могу понять, чего. Может быть, мне не хватает деталей, потому что я привыкла животных рисовать более детализированно и всю эту чешую максимально прорисовывать. Но здесь я решила не углубляться в мелкие детали, потому что иначе я забудусь и настанет кошмар какой-нибудь. А может лучше работать с освещением. В любом случае, того и другого у меня здесь не очень много. Поэтому и того, и другого может не хватать. Но я рада тому, какой у нас получился эксперимент с моим визуальным присутствием в видео и изображением нечеловека в этой рубрике. Мне кажется, это довольно интересно, но все-таки это был последний эксперимент. Пишите в комментариях, как вам кажется, стоит ли настолько делать разнообразную эту рубрику или, возможно, все-таки нужно придерживаться названия. Понравилось ли вам мое личное присутствие и чуть-чуть затянутое начало, особенно со скетчами? Я всегда очень рада вашей обратной связи, потому что для меня это очень важно. Мне сейчас очень тяжело записывать видео, потому что это заболело, и у меня в голове все путается. Я недавно проводила, собственно, опрос в сообществе, чего не хватает, и ответов было критически мало. Но почему-то это не успокаивает меня в сторону, что вам всего хватает. Мне кажется, что многие вы сдержались или просто не заметили этот пост. Все-таки я хочу сделать этот канал более просматриваемым и интересным, и также более визуально красивым. Поэтому мне важно видеть вашу обратную связь, в том числе насчет вариантов съемки. Если вы подмечаете какие-то детали, которые вам нравятся, обязательно сообщайте. Этому я точно всегда буду рада. Спасибо большое за просмотр. В описании этого ролика вы сможете найти ссылки на все мои соцсети. Там есть и ВК, и Инстаграм, и Бусти даже есть, куда я выкладываю работы даже с моих заказов, показываю процессы. Естественно, где мне разрешают показывать эти процессы. Ничего незаконного там нет, но зато там есть много чего интересного. Если в Инстаграме я просто рассказываю о том, как я зарабатываю, то на Бусти я еще и показываю. Скоро планирую расширять Бусти, там будет еще больше всего интересного, поэтому обязательно заходите и смотрите, и подписывайтесь. Подписка очень дешевая, 50 рублей в месяц. Но это только сейчас. Также есть ссылочка на бюллетеку ароматов, там у меня свой магазинчик, и там можно купить всякие подарочки на празднички. Если вам нужно, и вы не знаете, что подарить, у них очень крутые ароматы с моими очень крутыми этикетками. Еще раз спасибо большое за просмотр. Очень рада, что вы со мной, я с вами. Скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok